вы друзья видите спускающегося с крыши специалиста нашего по системам обогрева значит зовут вас так представляетесь дмитрий откуда вы оригинале меня конечно смущали давайте там из беларуси так откуда могилева у нас очень много народу на канале нас смотрят из беларуси это плохо так студенту скажу что дмитрий иванович то самое а где вы преподаете ну уже нигде не преподаю давно к сожалению хорошо а там вы тоже этим занимались или чем занимались в принципе занимался тем же самым только здесь приходится делать пока это на более низком уровне резиденция там была как бы industrial и commercial хорошо я веду съемку того что у нас тут настройки происходят и вот люди совсем со всего бывшего ссср значит интересуются процессами там розеточки смотрят про водочку смотрят вот то что здесь происходит и там много вопросов было как обогревается американский дом в частности вот например там говорят а почему не не какие-то еще это способы которые допустим популярны там вот если вы сравните беларусью как там в доме в сельским домом как там был бы обогрев и здесь просто скажу конечно самом деле таким очень сложно так двух словах и не раскрыть абсолютно потому что действительно оказалось что системы отопления и охлаждения немножко отличается здесь как бы не все-таки более простые методы и калифорния потому что здесь климат более мягкий так исходя из то что климат более мягкий здесь можно использовать самую дешевую систему воздух-воздух то есть у нас как правило применяют для отопления допустим в водяные паровые системы которые отличаются высокой температурой греющей среды в котлетам главная проблема сухой воздух возникла чем 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 холоднее на улице так и тем теплее в доме чем сушу воздух тем ты комфорт себя чувствуешь здесь такая проблема остро не стоит потому что с довольно таки перепады невысокие поэтому здесь применяют так называемый central heat у нас есть одна система то есть хитр у которого есть специальный мотор который дует воздух по системе воздуховодов по всем по всем по всему дому вот то что мы видим сверху это вот воздуховод пошел в общем то здесь он раздвоился там какой-то какая-то муфта и так поймают да ну да скажем так если вы назовете того что это давайте пускай а как называется сплиттер разделить их хочешь да в принципе за значит вот тут одна комната ага от а вот там я так понимаю это оно должно будет выйти вот тут вот в этой железной я скажу что у вас проект нестандартный это конечно пример не самый такой классический потому что у вас слишком много здесь нюансов как дом ремодинг делается поэтому здесь все приходится добавлять переделать перестраивать в общем но в принципе да сейчас это все выглядит так не очень красиво потому что еще процесс не закончил это еще один сплиттер вот я смотрю 2 а эти чего сплитнулись то потому что у вас там дальше ездишь так есть комната так а в эту комнату в два места пойдет да значит вот здесь труба вот труба шла шла вот она здесь вышла вот в этой штуке а вторая а я формально удаление друг от друга вот здесь еще одна понял понял а вот какие там я не знаю батареи да вот ребята где же как же вот почему батареи не используется используется есть конечно широко в сан-франциско допустим там везде батареи северной америки на из кости там очень много батареи вот обычные как мы привыкли там в ссср или да вот как раз такие же обычные точно есть они в этом и сан-франциско очень много там про главные батареи и так далее но опять же проблема все в цене то есть капитальные затраты более высокие до значительно если и как бы эксплуатация получается тоже не дешевле чем обычный воздух в системе как вот у вас стоит но и опять же это большой дом комплекс какой-то там 20 квартир 30 40 100 до выходит дешевле но так как мы говорим о комфорте индивидуальном то есть у каждого должен быть что свое поэтому делать на каждый дом свой более ставить батареи получается очень дорого раньше это делалось потому что это были другие времена сейчас когда все и так все дорого и сейчас получается что затрат трудовые они очень большие и сопоставимые превышает зарплат затраты даже в разы на оборудование получается что туда емки работы делать здесь не выгодно просто в россии в беларуси видим рапсилу подешевле естественно естественно то здесь же машине ремонтируют и выбрасывают на свалку если там она бита а там ремонтируют и ездят на ней там автомобиль вы видите ну да а вот еще вопрос такой бета почему нет увлажнители прямо в системе вот если допустим она сушит вот эта система есть есть увлажнители но опять же все же говорю что это все зависит от климата есть хмидифайры увлажнители воздуха который ставится в центр центральную систему мы их восстанавливаем очень часто но тут один нюанс дело в том что его нельзя настроить на влажности выше чем 60 процентов даже 55 это максимально вот в принципе здесь ниже влажности не бывает никогда естественно да поэтому здесь ставить увлажнитель просто смысла никакого нет он не работает потому что он все время of время выключить есть еще один вопрос который у меня не было ответа вот говорят если стены изолированы и вот там стоит вот эта решетка через которую воздух засасывается в систему говорят откуда воздух берется вообще в доме ну то есть вот если все закрыто двери закрыты окна закрыты получается что воздух циркулирует вот внутри как бы он по кругу ходит скажем так в старых домах старого типа то которые строились проектируется 15 лет назад 10 там считала что наличие щелей достаточно для инфильтрации для нормального жизнеобеспечения то есть не идеальность как бы дома она это не то что недели ты считался должно быть так это даже вот щели под по дверями подходными так далее как на старые дома американские это делалось как бы даже это было предусмотрено проект так это должно было быть потому что людям чем-то дышать естественно пишет так а сейчас что они а сейчас в домах которые high сил так называемые герметичные новые с окнами с пластикой в принципе у вас должна быть система вентиляции стоять об этом многие не знают это не закладывается в проект если это не в проекте тому это не ставим но в принципе если проект серьезный дом серьезный обязательно ставится вентилятор то есть системы вот в эти же даки делается просто врезка такая и вот так примерно такого же диаметра идет на улице и окна даком называется что это по-английски название трубы вот этой да это такой флекс да она это как бы ну так эта труба в нее врезаются на просто делаться вот такая примерно труба и водится прямо вот наружу и она все время забирает у вас воздух процентов 5-6 вот на полу у нас тут эти трубы там просто вата она пружинка там где другую еще пусть это может быть было ты не знал это не имеет значения это тоже в проекте если проекте не заложили вам троник не будет делать потому что получается что все время берете там летом теплый воздух берете свежий зимой берете холодный конечно это сказывается на затрат на кондиционерных и но для того чтобы это избежать есть система так называемая хитрикавери грубо говоря это такая коробка в которой стоит теплообменник система фильтров и воздух снаружи засасывается сколько всосалось внутрь с какой образца наружу и вот происходит теплообмен между ними в этом фильтре и получается температура они принципе одинаковые ничего не теряете практически по по затратам да то есть энергия не тратится не расходится но уметь и свежий воздух это все коммерческие здания должны иметь систему потому что там окна не открываются в принципе очень многие люди живут я знаю вот они у них окна открыты целый день они такая погода грех окна не открыть на самом деле а вот ну в общем то я когда пытался лекцию сказать там кому-то там с ним ребятам что вот как это все отличие но отличие большие хотя я говорю что сейчас уже у нас в россии беларуси и украине уже в общем то они стоят всего лишь на буквально там на год на два на данный момент все эти системы присутствуют на рынке на другое дело что ставить их не рентабельно потому что зимнее лето в зимнее время это особо работает плохо очень много проблем возникает поэтому для нашего климата точнее российского климата тут светлана мне говорит покажи этот холодильник в этот большой холодильник и ягу света там любые холодильники если никому не покажет но она говорит но это же в квартире такой не поставишь это в доме очень большой я бы ну ну в квартире может у них нет но магазине то его видно он там стоят все как бы абсолютно современная тут москва строится там систему там хаосов так далее все абсолютно как здесь только другие нормы по утеплению так далее так в москве есть место для там хаус все-таки это ну они в пригородной зоне строя это это точно такие же проекты все точно такой же немножко конечно другая технология потому что вот так не строит естественно но в общем то сейчас чем-то удивить специалисты невозможно не специалист народ просто так любопытствует а там там же ничего не регулируется в настоящее время там как бы систем решается друг по другому вопросу там ставится на каждый дом если ты думаешь дально получается может котел то все-таки это ставит паровое отопление потому что газ дешевый там эти пилеты дешевые все дешевые пилеты такие маленькие такие как гранул для отопления да они как бы потому что дерево много у нас нет паровое отопление поставить не могу найти специалиста здесь здесь потому что очень тяжело пройти кода это столько нюанса будет у вас по инспекциям и так далее поэтому здесь что вы говорите ну хорошо спасибо большое я думаю что у нас будет много зрителей которые так вообще народ очень очень неравнодушно относятся к вопросам стройки и так это очень хорошая тема благоприятная то есть вызывает интерес я бы подготовился конечно галстук баден создал атака а